Вы смотрите новости Запада Башкирии. В Октябрьском прошло грандиозное экстрим-шоу каскадеров и трансформеров. Оно состоялось на стадионе Нефтяник. Зрелищное представление презентовал российский театр «Каскадер». В подготовке номеров помогала группа «Автор Адео», которая принимает участие в ежегодных фестивалях каскадеров. В ее состав входят спортсмены, ролисты, красовики, артисты и каскадеры высшей категории. Зрителям представили шоу автотрансформеров, квадроциклов, бои легковых автомобилей с бигфутом, сбивание машин, грузовой автомобиль, ездящий на задних колесах и многое другое. В Центральной детской модельной библиотеке прошла литературная игра. Ее провели для ребят из летнего лагеря школы номер 8 и детского санатория «Бодрость». Ведущие рассказали о лекарственных растениях и их волшебных свойствах, познакомили с легендами и историями о том, как в далеком прошлом наши предки лечились без таблеток. Также для ребят оформили книжно-иллюстрированную выставку «Зеленое богатство земли» и подготовили видеофильм о целебных травах. Закончилась встреча просмотром «Красной книги». У 79-летней пенсионерки из Довлеканово две неизвестные женщины украли деньги. По словам потерпевшей, она возвращалась из магазина домой. По дороге ее остановили две женщины, представились работниками пенсионного фонда. Сказав, что сейчас проходит так называемый обмен денег, из-за которого им надо пересчитать недавно полученную пенсию, они попали к пенсионерке домой. Дома она показала папку с документами и сбережением. Все проверив, женщины отдали папку обратной, сообщили, что придут на следующий день. После их ухода потерпевшая обнаружила пропажу 32 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск злоумышленниц. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мошенниц, сообщить об этом можно в дежурную часть полиции по телефону 8-347-279-3902, либо 102 с мобильного. В Бешбуляке осуществили давнюю мечту патриотов района. На днях вышла в свет книга «История и современность Бешбулякского района». Многолетний труд огромного количества людей расположился на 280 страницах. Книга имеет твердый переплет. Авторы собрали в нее уникальную историю района. Материалы о народах и сельских поселениях, героях и простых дружинках района. Презентация книги состоялась на празднике Сабантуй. В Туймазах прошла акция в защиту материнства и детства «Парад колясок». Ее участниками стали молодые родители с малышами. Выстроившись в колонну, они прошлись от рамтеатра до родильного дома. Также в рамках акции состоялся конкурс на самый креативный детский экипаж. Родители не пожалели сил на оформление колясок. Некоторые вместе с детьми облачились в костюмы сказочных персонажей. В конце мероприятия все участники получили подарки от спонсоров. В Буздяке пожарный извещатель спас шесть взрослых и две детские жизни. В ночь на 6 июня загорелся многоквартирный жилой дом. Спасатели прибыли к месту происшествия и обнаружили пламя в одной из комнат. В ходе разведки огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины 1958 года рождения. Стоит отметить, что в прошлом году в квартире погибшего установили пожарный извещатель. Соседи, услышав предупреждающий звук, вызвали спасателей и покинули дом до их прибытия. Летний сезон открыли учащиеся и преподаватели Кандринской детской музыкальной школы. Мероприятие состоялось в Центральном парке Туймазов. Концерт прошел в теплой и дружеской атмосфере. Зрители не только аплодировали юным музыкантам, но и подпевали и танцевали. Яркие выступления учащихся сольного пения и народного отделения надолго останутся в памяти туймазинцев. В Микинском районе прошла литературная игра путешествия «Я в гости к Пушкину спешу». Она состоялась в литературной гостиной-библиотеке. Сотрудники организовали книжную выставку, посвященную поэту. Для ребят провели конкурсы и викторины. Также они читали стихи Александра Пушкина и продемонстрировали театральные представления по сказкам о рыбаке и рыбке и о мертвой царевне и семьи богатыря. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды.